К нашему эфиру присоединяется особенный гость, это Андрей Пианковский, публицист, политический деятель и большой друг нашего телеканала. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Андрей Андреевич, приветствуем. Добрый день, Катерина, добрый день, Владимир. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какова вероятность, что Си Цзиньпину не столько выгоден, сколько вполне себе устраивает тот вариант развития событий, при котором Россия продолжает войну против Украины? Да, конечно. Вот ему важен Путин, сохраняющийся в власти, но слабый Путин, полностью зависимый от Китая. И, в общем-то, он приближается сейчас к этому своему идеальному состоянию. Уже было правильно в вашем сюжете замечено, что стратегическая цель Китая, да, вот, ведь первые слова Си, когда он оказался в Георгиевском зале Кремля, было, вот, я знаю, что через год будет здесь выбор, и я уверен, что мудрый и добрый русский народ выберет вас, Владимир Владимирович. Ну, фактически, в традиции хардынских ханов он выдал ярлык московскому князю на правление в Москве до 2030 года. И в течение этого правления Китай намерен выполнить свои стратегические цели. Ну, первое, это, по существу, полностью подчинение всех экономических ресурсов Сибири, и они огромны, Китай, его экономическим и военным задачам он объявил курс на долгосрочное соперничество с Соединенным Штатом. И мы слышали его последний призыв к его генералам, господи генералы, не бойтесь войны с Соединенными Штатами. То есть экономическое поглощение Сибири, а юридически, правильно было замечено, конечно, юридическое возвращение в Китайскую империю территорий, потерянных по Игунскому и Пекинскому договорами 1858-1860 года. Ведь не случайно был такой сигнал после в Москве за неделю до приезда Си, Министерство природных ресурсов, обрековало карту Китая и его соседей, где громадные территории от Волевостока до Сибири были поименованы исконными китайскими названиями, которые эти города носили до передачи их от Царской империи. Си знал, в каком состоянии находится разыскиваемый военный преступник, как он нуждается в его визите, и поэтому он справедливо ожидал, что никакой реакции в Москве не последует, чтобы не подорвать перспективу визита, а молчание – знак согласия. То есть условия, на которых Путин получил свой улык, были сформулированы Китаем и признаны Москвой. Андрей Андреевич, ну вы знаете, мы постоянно говорим о том, что у Путина амбиции, ему нужно быть Петром Первым, ему хочется быть завоевателем земель, а тут получается так, что он отдает земли. Да какие уже, с амбициями все уже пройганывает. Понимаете, Путин, надо различать две войны, которые задумал Путин. Ну первое, Украина, это был элемент его стратегии. Основная война, он же объяснял в ноябре НАТО, этот толстомородный министр, помните, замминистром сказал, собирайте манатки, убирайтесь вон, на границе там 97-го года. Его план был, и собственно американская разведка прогнозировала, что Киев пойдет там за неделю, и после этого в ореоле этой победы Путин появился бы на границе Балтии и Польши, размахивая своей ядерной елдой, и повторил бы уже более убедительный этот призыв, убирайтесь вон, убирайте манатки, убирайтесь. И я боюсь, что вот в том состоянии, в котором Запад находился год назад, он мог бы поддаться этому шантажу. То есть Путин был в шаге от своего грандиозного успеха. Но героическое сопротивление Украины сломало весь этот сценарий. И за этот год Запад как бы вернулся к своему прежнему состоянию. Вот правильно сказал Зеленский в своем выступлении в Раде, вернувшись в США, что мы пробудили Запад, мы заставили его поверить в свои силы. Я скажу больше, Украина просто за шиворот вытянула вот этот уже, казалось бы, ушедший на пенсию Запад в мировую историю. И сегодня, конечно, вот эта война, объявленная Западом, она уже проиграна. Сегодня Путин ведет другую войну. Удержаться на каких-то кусочках, захваченной в украинской территории, и продать это своему пипу, как вот такую почетную ничью. И в этом ему помогают и план Си, и план Макрона, и план Папы Франциска, и всяких Масков, Гейтсов, да кого только угодно. Теперь вот еще Лу объявился, не хватает, чтобы президента какого-нибудь Гондураса. Вот на этой войне сражается сейчас Путин. На войне за свою жизнь. Потому что признать поражение публично, это значит, это означает политическая смерть, а в российских условиях это и физическая смерть Фюрера. Андрей Андреевич, а почему действительно вы, кстати, это упомянули? И Макрон, и Луу де Сильву, и каждый из них во время встречи с представителями Китая, или визита в Китай, обязательно заявляли что-то о войне, которую Россия развязала против Украины. Почему сегодня именно Китай используется как плацдарм для того, чтобы, ну, изменить ситуацию, вряд ли, скорее заставить Украину сесть за стол переговоров со страной-агрессором? Ну, это традиция французской политики. Я вот уже писал, может быть, это слишком хлесткая фраза, но я ее повторю, что в Пекине Макрон, Сильву завербовал французского президента Макрона, так же, как в свое время Сталин завербовал Деголя. Ведь, ну, Сталин его завербовал, понятно, чем он назначил победителем во Второй мировой войне, против чего категорически возражали и розыгрыша. И с тех пор, мы же помним, все 70 лет существования послевоенного Советского Союза, какую роль выполняла Франция, все время она позиционировала себя как некого посредника между Западом, то есть Соединенными Штатами и Кремлем. Все время это Путин-Ферштейн, это родилось на немецком языке уже в советские времена, а вот это понимание Кремля, это было коньком французской политики. И Макрон продолжал ее и в отношении Путина. До последнего момента он ему звонил, но теперь все-таки выяснилось, что Путин-то, во-первых, а, это разысканный военный преступник, а, б, это вассал в кармане у китайского императора. И Макрон едет уже теперь не в Кремль, Макрон едет в запретный город, в Пекин. Теперь все величие Франции будет состоять по замыслу Макрона в особой роли, которую Франция играет, уже заигрывая с другим лидером тоталитарного мира, Китаем. Макрон колоссальную вступку, не то что вступку сделал, совершил предательство по отношению всему западному миру, к героическому Тайваню, к самому союзнику США, который трижды его спасал и в первой, второй, и в третьей холодной мировой войне. Он же заявил, и все это слышали, что в конфликте вокруг Тайваня, между Соединенными Штатами и Китаем, Франция не будет занимать какого-либо определенного положения. Но это уже вызвало возмущение не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Но что касается УУ, это все левые УУ, это коммунисты, все левые миру, они всегда ищут хозяина, который будет прощалять их такой антиамериканизм. Это был той же Франции, составная политика всегда была антиамериканизм. То есть такой список вассалов новых Китая, он не вызывает никакого удивления. Это все обычные лица. Вот эти вассалы с визитами приезжают и говорят все о мирном плане. В этом диалоге опускают такой момент, что Украина должна говорить. И такое впечатление создается, что как будто бы пытаются Украину выбросить из участников переговорного процесса, а Китай так и не вышел на телефонный звонок с Киевом. Скажите, пожалуйста, как думаете, почему этот разговор телефонный не состоялся? Я вообще против этой ажиотации, и в том числе в украинском мире, это какой-то позвонит Синий или не позвонит. А с чем он, известно, с чем он позвонит, его планы с 12 пунктов, это переработка вот тех планов, о которых я говорю. На эти планы Украина дала ответ раз и навсегда, 16 июня прошлого года, когда с таким же планом, как бы посерьезней силе у них приехали, три лидера европейских, и Меркель, и нет, уже Шольц, Шольц, дорогий итальянский премьер, тот же Макрон. Но их прежде всего повели в буче, ткнули носом в военное преступление, обожаемое имя России. Ну и после этого они даже не осмелились публично, во время этих приговоров в пресс-конференции, понять вопрос об этом плане. С этим планом их послали просто по тому же адресу, как русский корабль. И этот разговор с украинской стороны закончен. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, какие события и изменения, которые произошли буквально за последние несколько недель или последний месяц, на какие из них вы обратили особое внимание? И почему, например, эти изменения произошли? Я сейчас говорю, например, и о заявлениях представителей НАТО о том, что пора бы уже возвращаться к уровню готовности времен холодной войны. Я говорю о заявлениях различного рода европейских лидеров, которые, ну то есть кто-то открыто поддерживает Украину и заявляет о том, что наконец-то все, прозрели. Нужно поддерживать Украину до конца, до победного конца имеется в виду. А кто-то, наоборот, как тот же Макрон, там, едет встречаться с китайским лидером и делает неоднозначные заявления. Ну, основное событие это поведение Китая. Си замахнулся, ну я уже повторю это, замахнулся на военное решение тайваньского вопроса. Он не скрывает это вот последнее учение, которое проходит у Тайваня, призывы к своим генералам, резкая антиамериканская политика. И, конечно, совершив государственный переворот по существу в Китае, нарушив вот эту практику сменяемости партийных вождей, он себя, во-первых, объявил китайским императором и немедленно начал сколачивать свою мировую империю зла и достиг за последние буквально недели целого ряда впечатляющих успехов. Ну, во-первых, он примирил два террористических исламейских государства, шиитская и суннитская, Иран и Саудовскую Аравию, резко изменив ситуацию на Ближнем Востоке, не в пользу Соединенных Штатов и Израиля. Во-вторых, вот он обозначил уже институциально Россию и ее лидера как его вассавов. То есть уже два элемента в этой новой империи зла – иранский режим и российский. И, наконец, вот он обеспечил себе тыл заявлением Макрона, что дело даже не в том, что он не будет поддерживать Соединенные Штаты по Китаю. Макрон обещал себе намного более серьезные вещи. Ведь все понимают, что рано или поздно, я думаю, что в самое ближайшее время Америка пойдет на разрыв экономических отношений с Китаем, поставив его в труднейшее положение. Ведь весь экономический успех Китая, впечатляющий за последние десятилетия, основан на таком непрерывном трансфере современных западных технологий в Китай, прежде всего и Соединенных Штатов, и огромном западном рынке, опять же, прежде всего, Соединенные Штаты для его продукта. Когда это закроется, этот Соединенный Штат покидаем. Так Макрон ему обещал, что он, ну, если не заменит Соединенные Штаты, то, во всяком случае, останется и источником технологий, и рынком сбыта. То есть обеспечит такой тыл, тыл Китая в его конфронтации с Соединенных Штатами. В Соединенных Штатах все это увидели. И вот как ответ, очень положительное для нас изменение внутриполитической картины в Соединенных Штатах. Мы же знаем такое, что в Республиканской партии до недавнего времени была такая позиция очень популярна. Но в крайней форме ее придерживался такой ярый враг Украины, как Трамп. То есть политика была такая, демагогия была такая. Самый главный враг Соединенных Штатов – это Китай. На нем надо сосредоточить все силы. А Байден делает ошибку в своей конфронтации с Путиным. С Путиным надо договориться, сделать его нашим союзником в борьбе с Китаем. А чтобы этого добиться, надо пойти ему навстречу в ряде чувствительных для него вопросов. Ну, понимаете, каких. Сейчас эта аргументация полностью рухнула, как предательская. Все увидели, что да, конечно, Китай – самый главный и опасный противник Соединенных Штатов. Но Пу – это уже просто вассал, это ресурс в руках Китая. Поэтому самый эффективный удар по Китаю, который сейчас, пока еще не поздно, можно нанести, это отрубить китайскому дракону вот одну из его новых голов, а именно русскую голову и помочь всеми силами Украине достигнуть впечатляющего результата весеннем наступлении. Вот республиканцы сейчас выступают с этих позиций. Большинство республиканских лидеров, и они будут придерживаться этой избирательной кампании. Но мы самое такое яркое свидетельство этому изменение позиции на 180 градусов наиболее популярного кандидата Глагородного Флориды Десантиса. И вот эта позиция республиканцев укрепила позиции наших друзей внутри администрации Байлина. Это не секрет, что там целый год продолжается упорная борьба, перетягивание каната. И вот, между прочим, вчера об этом впервые с такой горечью говорил в своем вечернем обращении президент Зеленский. Пусть что он обращался к американской администрации, что каждая задержка с оборудованием, вот с современным вооружением, все эти дискуссии, это стоит же десятков тысяч жизни украинских солдат и мирных жителей. Вот 21-го мы ждем, но последнего перед наступлением Ронштейна, там уже ничего не будет решаться, 21-й, все решается вот в эти дни. Я думаю, что за вчерашним обращением к Зеленскому последовало, он продолжается будет до 21-го. Очень серьезный разговор между российскими, украинскими и американскими руководствами. Это решающая битва, в которой все силы должны быть брошены на поддержку Украины, и это сейчас стало доминирующей позицией в американском политике, и я думаю, что именно так и будет. Андрей Андреевич, как считаете, стоит ли верить в публикации New York Times, которая касается изменения концепции Североатлантического альянса? Для наших зрителей, расскажу, если кто не в курсе, что если до сих пор согласно этой публикации существовала концепция, и она действительно существовала, возможности нанесения ответного удара, что должно было сдерживать агрессию со стороны таких государств, например, как Российская Федерация, то ныне переходит к новой концепции. И это концепция недопущения первого удара. Ну, это естественное ожесточение концептуальных установок. Но вообще-то давайте посмотрим несколько шире. Ведь идет эта Третья мировая война, которую они все время пугают, давайте не будем, не будем провоцировать Путина, она идет на полях Украины, и стоит, как сказал Зеленский, напомнил, десятки тысяч жизней. Украина защищает своими солдатами, своими жизнями весь западный мир. Все понимают, что было бы в случае успеха Путина, я уже об этом говорил, но НАТО пока не готова вступить в эту борьбу. а даже до сих пор, я не знаю, отказалась ли у них или нет, с самого начала все время повторялось, да, полная помощь Украине, но еще наша задача не допустить прямого столкновения НАТО и Россия. А почему не допустить, если в массовом порядке совершаются военные преступления на территории страны, которые вас защищают всех, так если вы не готовы жертвовать своей жизнью, то тем более моральная ваша обязанность предоставить все необходимое оружие, чтобы Украина своими солдатами защитила вас и победила в этой борьбе. Я думаю, вот сейчас как раз вот эти вопросы ставятся наконец полностью открыты и откровенно и все будет решено на поле битвы. Мы увидим, будет ли вот те дальнобойные ракеты, которые необходимы для того, чтобы покрывать всю территорию Крыма без плана операции, кстати, разработанные совместно американскими и украинскими военными. Два месяца в январе в феврале шли так называемые штабные учения в штабе, европейском штабе армии. США в Вейсбадене. Это были не учения, а была разработка совместной операции. Так эта операция требует ударов по всей территории Крыма. Я не знаю, и никто еще не знает, есть ли сегодня переданы такие средства Украине. Нужна авиация. Ну и не зря, я думаю, десятки украинских летчиков готовятся работать на самых современных самолетах в Великобритании, Соединенных Штатах, Франции и Польши. Будем надеяться, что все это будет на поле битвы в решающие дни. Но вчерашнее заявление Зеленская говорит, что у него пока еще есть сомнения по этому вопросу. до 21-го будем стучать по столу, чтобы эти сомнения рассеялись. Будем стучать 16 раз для того, чтобы прилетели ЭП-16 в Украину. Ну, вот, кстати, в этом я не сомневаюсь. Ну вот, люди готовятся несколько месяцев, вот начнется война. И что, они будут ходить в классные комнаты продолжать? Да нет, они за штурвалами этих самолетов, на которых они тренировались несколько месяцев, конечно не появятся в небе в Украине. Ну окей, но ожидать этого уже от 11-го Рамштайна? Или все-таки придется подождать? Возможно, вообще это не должно звучать во всеуслышание? Возможно, эти самолеты... Мы не узнаем, может они уже есть. Сейчас уже настолько близко сражение, что никто уже не будет называть. Но по комментариям сторон, по выражениям их лиц украинских, мы поймем, что решилось вот в эти дни после драматического и может быть решающего для этой войны обращения Зеленского. Да, наверняка. Кстати, Андрей Андреевич, вы ведь следите за тем, как развиваются события и следите еще за тем, какие звучат заявления. Вот в информационном пространстве за последнее время много изменений ощутили, увидели, заметили? Ну, опять же, продолжается та же борьба. Вот во время этого скандала с утечками на мой взгляд безобразную роль играла Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс в эриторию Ботова, редакция стоит из края, представители крайне левого крыла демократической партии, которая всегда очень скептически относилась, ну, помните, они еще летом прошлого года, там 30 гроссменов, демократов написала Байдену письмо о том, что не стоит так глубоко влезать в поддержку Украины, но Байден подавил этот бунт очень быстро, на следующий день они отказались от этого письма, но эти люди никуда не исчезли, и вот несколько дней статья за статьей, Нью-Йорк Таймс просто бомбардировала общественное мнение, ну, во-первых, под заголовками, Пентагон не верит в успешность украинского наступления, искажались, искажалось содержание вот этих утечек, а выводы, каждая статья заканчивалась выводом, все вышесказанное следует прислушаться к тем людям, которые полагают, что может быть стоит вернуться к мирным переговорам, достичь какого-то соглашения между сторонами. Вот это была отчаянная такая вылазка левого крыла демократической пары, как раз вот в ответ на ту консолидацию общую, двухпартийную американского политикама после изменений в республиканской паре. Но им отвечали наши друзья очень убедительно и Бен Хонжи. Смотрите, как яростно в эти дни сражался Блинкин. Он не случайно каждый день выступал, ни в коем случае никакого перемирия. Любое перемирие это будет на пользу Путина. Ясно, что он обращался не к нам с вами, он обращался к своим оппонентам внутри американского политика, в том числе и внутри американской администрации. И я думаю, что в общем эта точка зрения была отбита, но факты налицо. Это явная заявка Китая на мировое господство. Это с организацией такой мировой коалиции империи зла, которую американцы уже назвали Legion of Doom, легион тьмы, там по одному названию своего популярного сериала. Ну, в целом, общественное мнение на нашей стороне. Но мы же видим, как все это, какое вот сопротивление передавалось. Каждый новый вид вооружения гаубицы, хаймерсы, патриот, эберн, все передавали американцы, но с задержкой, преодолевая упорное сопротивление вот этой партии, прямо назову и прямо пропутинской. В подтверждении Ваших слов об этих так называемых пацифистах и желателей мира, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, цитирую, Россия заинтересована, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Конечно, как можно скорее, потому что до весеннего наступления, которое окончится разгромом российской армии. Да, ну, с другой стороны, то, что происходит сейчас в информационном пространстве, в том числе в американском информационном пространстве, я считаю, что этот журналистский плюрализм, он только на руку. Совсем непонятно. Я не представляю себе, что сейчас творится в головах у российских аналитиков, тех, которые должны решать, как правильно Российской Федерации стране-агрессору вести войну против Украины. Ну, а главное, никто же не понимает, когда начнется контрнаступление украинских войск. Единственное, что известно, это то, что он всегда начнется вовремя. Андрей Андреевич, спасибо большое. Спасибо за комментарии. Андрей Пянтковский был с нами на прямой связи. Спасибо, Владимир. Спасибо, Катя. До свидания.